Президент Казахстана Касым Жамар Такаев подписал закон об изменениях в республиканском бюджете на 2020-2022 годы. Согласно документу, в 2020 году доходы бюджета составят более 11,9 трлн тенге. Из них налоговые поступления – 5,56 трлн тенге, неналоговые – 976,5 млрд тенге. Продажа основного капитала по итогам года принесет более 2,5 млрд тенге, а размер трансфертов из Национального фонда составит почти 5,4 трлн тенге. Что касается затрат, то по итогам текущего года их объем составит 13,94 трлн тенге. Чистое бюджетное кредитование установится на уровне 228,6 млрд тенге, в том числе бюджетные кредиты в размере 338,3 млрд тенге и погашение бюджетных кредитов – 109,7 млрд тенге. В то же время сальдо по операциям с финансовыми активами достигнет 196,1 млрд тенге. Таким образом, дефицит бюджета на 2020 год составит 2,46 трлн тенге или 3,5% КВВП, не нефтяный дефицит бюджета 7,8 трлн тенге, или 11,1% КВВП, финансирование дефицита бюджета – 2,46 трлн тенге. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2020 год поступление арендных плат за пользование России комплексом Байконур в сумме 47,3 млрд тенге и военными полигонами в сумме 8,3 млрд тенге, уточняется в законе. Также Такаев утвердил изменения в размер гарантированного трансферта из нации фонда. По итогам 2020 года он составит 4,77 трлн тенге. Напомним, в апреле правительство вносило поправки в республиканский бюджет на 2020 год. Тогда доходы казны были утверждены на уровне 11,7 трлн тенге, в том числе налоговые поступления – 6,2 трлн тенге и неналоговые – 148,7 млрд тенге. Затраты составляли более 13,8 трлн тенге, а дефицит бюджета – 2,4 трлн тенге, или 3,5% КВВП. Ранее министр финансов Ярулан Джамоубаев сообщал о том, что расходы на социальный блок в 2021 году составят 7,1 трлн тенге.